Сегодня экологический патруль приехал в один из густонаселенных районов Ставрополя. Никаких крупных промышленных предприятий тут нет, но зато он славится своими пробками в часы пик и со всех сторон зажат автомобильными дорогами. Именно поэтому к нему такое внимание. В квартирах у нас большой запах чувствуется, выхлопных газов. Наверное грязно, очень много машин. По большому счету выхлопными газами, потому что большое искупление машин. Жители этого района в Ставрополе говорят, у них, конечно, не экологическая катастрофа, но все-таки есть о чем переживать. Густой поток машин, по их мнению, медленно, но верно загрязняет воздух вредными веществами. Однако экологическая лаборатория эту гипотезу опровергает. Можно вздохнуть спокойно во всех смыслах. Мы можем смотреть, что ничего у нас красным здесь не горит, превышений ПДК никаких нет, поэтому все у нас в пределах нормы. Колбы, контейнеры, холодильники и, разумеется, компьютер с нужными программами. Это внутренности лаборатории на колесах. Так как же все-таки производится забор воздуха? В зонт у нас производится отбор атмосферного воздуха в камеру. И из этой камеры уже распределение идет по всем газоанализаторам и хроматографам. В этих камерах воздух прощупывают и ловят загрязнителей типа аммиаков, диоксидов, сероводородов. Результаты обработает программа на компьютере. И вот уже мы знаем, чем дышим. Химик Роман на этой машине регулярно обследует Ставропольские города и села. Проверяет чистоту воздуха. Это важная задача – отслеживать содержание токсичных компонентов, потому что мы все живем, дышим атмосферным воздухом. За год, что работает лаборатория, стало ясно. У нас в крае очень много мест, где можно легко дышать полной грудью. Это, к примеру, наши села и города-курорты, утопающие в растительности. Чуть хуже ситуация понятна в тех городах, где много транспорта и где есть крупные промышленные гиганты. Результаты, конечно, есть. Она формирует карту экологическую, где видно области границы загрязнения, способствующие дальнейшему выявлению, пресечению нарушений природоохранного законодательства. Передвижная эколаборатория обошлась региону почти в 16 миллионов рублей. Ее приобретение инициировало Краевое министерство природных ресурсов. Она в крае пока всего одна, но и ее достаточно, чтобы проводить исследования и вовремя принять меры, чтобы не допустить экологическую катастрофу.